Следующий вопрос, говорит, спрашивающий, порой я чувствую сладость веры, получаю удовольствие от поклонения и чувствую, что иман увеличивается, но как бы проходит время и я перестаю чувствовать подобные ощущения. Что можно сделать, чтобы это состояние оставалось постоянно? Этот вопрос напомнил мне о том, что сказал Ханзаля, да будет доволен им Всевышний Аллах. Ханзаля пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал, о посланник Аллаха, когда мы находимся рядом с тобой, и ты напоминаешь нам о последней жизни, наш пыл увеличивается, наши души желают рая и скучают по нему. А когда мы возвращаемся к своим семьям и пребываем с нашими женщинами и детьми, мы забываем об этом. На это пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему, о Ханзаля, если бы вы были среди ваших семей в таком же состоянии, в каком бываете у меня, то ангелы пожимали бы вам руки на дорогах, однако, о Ханзаля, всему свое время. Это наслаждение, которое ощущает мусульманин, он ощущает его только из-за многочисленного повиновения Аллаху, а утрата этого наслаждения происходит только тогда, когда он слабеет и перестает совершать дела поклонения. Обычно это происходит, когда он возвращается к своей семье, в свой дом, приступает к своей работе, так как он начинает общаться с людьми и к его делам и разговорам примешивается что-то из обычных дозволенных вещей, более того, к ним может примешаться что-то из грехов. Все это ослабляет веру и лишает человека этого наслаждения. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, человек может почувствовать сладость веры только если будет обладать тремя качествами. Если он будет любить Аллаха и его посланника больше, чем все остальное, если он будет любить другого человека только ради Аллаха, если он не будет желать вернуться в куфр после того, как Аллах спас его от него, так же, как он не желает быть ввергнутым в огонь. Один из саллифов сказал, клянусь Аллахом, иногда мое сердце часами пребывает в таком состоянии, что я говорю, если обитатели рая находятся в таком же состоянии, в котором нахожусь я, то они находятся в постоянном блаженстве и наслаждении. Так же Ибрагим сказал, если бы цари и их сыновья знали бы, в каком счастье мы пребываем, то они боролись бы с нами мечами, чтобы забрать это у нас. Это наслаждение появляется у человека, когда он совершает много праведных дел, когда он много прибегает к Всевышнему Аллаху, когда он много поминает Аллаха, молится и постится. Каждый раз, когда ты больше приближаешься к Аллаху, и больше возвеличиваешь своего великого Господа, и совершаешь то, чем он доволен, ты находишь эту сладость и наслаждение. А если ты отдалишься от Аллаха, будешь допускать упущение и ослушание его, то это наслаждение уменьшится, и душевное спокойствие веры исчезнет. И все это по причине грехов и ослушаний. Поэтому салифы говорили, присядь с нами, уверуем часок, что указывает на то, что поминание Аллаха и совершение праведных дел повышает веру человека, а ослушание и беспечность, в свою очередь, понижают ее. Исходя из этого, мы скажем, что если ты хочешь, чтобы эта сладость веры оставалась у тебя, то постоянно пребывай в повиновении и поклонении Аллаху. Однако так не бывает, потому что Пророк, салиллаху алейхи вассалям, сказал «всему свое время», так как человек нуждается в том, чтобы общаться с людьми и со своей семьей. Поэтому его может постигать определенная слабость, а Аллах более знающий.